Книга «Открытым оком», том 6, тема крещения, вопрос 1539. «Нашим современникам», отвечает Игнатий Тихонович Лавкин, «можно было это представление Христа народу соотнести с праздником Пасхи, прямо в храме. Что бы получилось, схватили и убили бы сразу. Схватили и убили сразу же. Деяние 21.30. Весь город пришел в движение, и сделалось течение народа, и схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери. Ясно, что это нужно было устроить где-то в уединенном месте, чтобы там власть храмовников не была задействована. Можно было бы и в пустыне. Но как и по какому поводу народ мог туда собраться, если причины даже религиозного характера рассматривались как приготовление к бунту, к народному восстанию, то что бы ни сказали и ни сделали, если бы не было все это в абсолютно чисто религиозной упаковке». Иоанна 11.47 по 50 стихе. Тогда перосвященники и фарисеи собрали совет и говорили, что нам делать. Этот человек много чудес творит. Если оставим его так, то все уверуют в него и придут римляне и овладеют и местом нашим, и народом. «Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, вы ничего не знаете и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб». «По всем параметрам именно у воды это и должно было происходить, и недалеко от населенных пунктов. И причина должна была быть самая злободневная и безобидная для государственного строя и для церковной иерархии. А так как очищение в воде не было чем-то новым для евреев и при тече своим призывом наполнил Израиль, народ и шел туда массами, чтобы получить и наставление, и очищение, и Малуата Час разносила последние новости с этой трибуны Иоанна, сына Захарии, Ивана Захаровича. Все было до предела просто и естественно, и при этом скоплении народа и было явлено божество Христа, его сыновство и мессианство. Образно можно понять и так, что ни в каком таинстве сегодня нет такого извращения, как при крещении. Когда крестят без научения и без погружения в воде, а только бы попам деньги выколотить из простодушных сердцов. И вот тут-то, на этой теме, и нужно сегодня заострить внимание и начать являть Христа миру, что он с крещения был явлен. И сегодня может быть явлен только через начало-начал проповедь и крещение, покаяние и крещение. Здесь явлена Святая Троица во имя Отца и Сына и Святого Духа. Покружается старая и воскресает во имя же Троица новое, святое, живительное и для других. Продолжение следует... Продолжение следует...